Все удивляются, конечно, когда узнают, что на таком производстве работаете. Анита Сабирова работает на БКК уже 4 года. Сейчас она сменный технолог хлебобулочного цеха. Девушка знает о хлебе всё. Через этот делитель происходит формовка на вот эти формы. Эта формовка потом проходит через росточный шкаф. Из росточного шкафа считаю печку и из печки уже готовы изделия. Временами изделия взвешивают. Из 650 грамм теста получается чуть больше полукилограмма хлеба. Работники поделились с нами сегодня, что работа тяжелая и не хватает рук. Здесь на БКК имеется так называемый неснижаемый остаток. Это набор всего необходимого для производства хлеба. Мука, дрожжи, масло. Каждое утро этот запас пополняется. Для понимания, если вдруг поставки сырья по какой-либо причине остановятся, комбинат сможет еще 10 дней выпекать батоны и 20 дней формовые хлеба, не останавливая производство. Резервный фонд создан при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан. И завезено зерно, которого хватит до конца сезона, до конца этого года. Ежедневно с конвейеров булочно-кондитерского комбината сходит порядка 60 тонн продукции. При необходимости объемы могут увеличить. При этом больше половины производимой продукции приходится на социальные хлеба. А увеличить объемы готовы в два раза, однако пока такой необходимости нет. Хлеб в магазинах всегда в наличии и всегда на полках. Сегодня же директор БКК заявил, что в случае необходимости готовы принять и работников, и объемы производства третьего хлебозавода. Однако пока разговоров о соединении двух предприятий не ведется. Мы готовы к тому, чтобы и эти объемы произвести, мы готовы к тому, чтобы принять рабочих, мы готовы к тому, чтобы сохранить качество и обеспечить город хлебом. Хлеб и батон как производили круглосуточно, так и будут производить. Подорожать могут лишь изделия, в составе которых входят фрукты. Это уже импортная составляющая. Ее, конечно же, попытаются заменить, но не исключено, что любителям кондитерских изделий и экзотических хлебов придется платить чуть побольше. На комбинате сегодня заявили, что запаслись не только мукой, дрожжами и прочим сырьем, но и закупились деталями для производственных линий. Что бы ни произошло, хлебу в Казани быть в должном количестве. Артем Логвинов, Роман Фенин, телеканал ФИР.